На природу всей семьей. Но не отдыхать, а работать. Последний день лета на берегу Водьского водохранилища близ деревни Крюково состоялся субботник. Организовать генеральную уборку берегов после наплыва отдыхающих было решено в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая Россия», которой без раздумий присоединили жители Ивановской области. Это долг каждого гражданина. Тем более, такой хороший денек, почему бы не провести его на природе, да еще и с пользой. Я стараюсь не мусорить. Ну, это, наверное, так родители воспитали. При том, что на природу выбираюсь, к сожалению, редко. И когда выбираюсь, очень неприятно видеть такие места, например, как это. Очень красивые, но тем не менее, похожие больше на городскую свалку, нежели на место отдыха. Что не куст, то залежи битого стекла, пластиковых бутылок и прочего мусора. У Водьского водохранилища источник питьевой воды. Но, к сожалению, понимают это далеко не все и продолжают плевать в тот колодец, из которого придется напиться. С проблемой за мусоренность берегов экологи борются не первый год. Причем не на словах, а на деле, принимая активное участие в субботниках. Наши труды не напрасны. Мусора из года в год, там все меньше и меньше. Почему? Потому что действительно люди стали более культурно, более внимательно относиться к окружающей среде. Хотя много всевозможных толков, кривотолков. Но самое главное, мы все здесь. Мы работаем вместе, рука об руку. 2013 год объявлен годом охраны окружающей среды. Все неравнодушные к природе люди, конечно, мечтают, чтобы не только каждый год, но и каждый день проходил под таким девизом. И на субботник жители выходили не почему-то приказу, а по зову собственного сердца. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.